Я вот сейчас откусил, я делал ему картошку с обьевной, перекусить, перерывы между браками, да, потому что не можем их поснимать. Элик, ну что вы кушаете сегодня? Что вы кушаете сегодня? Борщ, куриный пюре с киевскими котлетами и салат оливье. И как? Борбол вкусный, куриный пюре тоже. Это, по-моему, салатик не очень, да? За салат я, по-моему, не дойду, в меня не влезет. А котлеты, ты две съешь? Один на один, одну, вот эту длина еще. А что будешь со второй делать? А? Что будешь со второй делать? Я могу половинку жалить. Вторую могу. Ты чего это? Засел, засел. Родрежьте половинку, а я не хочу. Я твой не хочу, я половинку возьму. А ты что поел, Михаил? У тебя уже пустые тарелки, ты что? У меня был суп и маленькая порция вареников, и все. На. Ну а теперь пришла ко мне котлета. Ого, ничего себе, передаете котлету? Ну да. Посмотрим, что внутри. У меня нету ножа. А нож ему передашь? Нож, смотри. Есть благородный. Иван благородный. Как козляр у настоящего, так его салат. Он вообще должен из коровы пить палаков. Когда корова высушится, он должен ее кинуть в урну. Если попадет, загадать желание. Попробуй, ты скажешь свое мнение. Это по-киевски котлета, вытекло масло. Миша, Миша, зачем масло вытекло? Режь давай. Я тоже уже хочу попробовать. Ты тоже хочешь попробовать? Да, хочу такой прекрасный котлеты попробовать. Ну, на самом деле, Миша, это украинский котлеты. Миша, это украинский котлеты. Хочешь такой кусочек? Да, я очень. Только мне без вот этой вот... Чтобы вытекло все? Нет, без вот этой хуйни сверху. Я не знаю, как это называется. Шкура, шкура сухаря, сухаринная. А что тогда ты будешь есть? Я вот просто курицу кусок, только зацепил. А ну, ребята, всем приятного аппетита. Ммм, почему она такая вкусная? А чем-то они обжаривают. Ммм, очень вкусная. Да, я не ожидал даже. Я знал, что ты это используешь. Ну, мне интересно. А я был готов к этому вопросу. Все празднуют, мне интересно, что празднуют. Я просто правда не знаю, что люди празднуют. Когда? Сегодня? Сегодня, да. Ну, Христос воскресает, типа воскрешение Христоса. Ну, возможно. Возможно. Ну, кто там Христос воскресает? Нам. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Нет, мне кажется, слышь, этот вариант ответа был не особо правильным, потому что он что-то знает. Он еще вчера об этом говорил, поэтому я не стал отвечать, что сегодня за праздник. Ты распереживался, да? Это очень такая скользкая тема, которая может затронуть чувства верующих, поэтому я на видео ее не буду... Ну, ты же атеист. Нет, я не атеист. Нет? Кто ты? А у нас есть команда атеистов? Назовись. Я по жизни, я человек. Ну, да что ты веришь? Какая у тебя вера? Ты язычник, я же не знаю. А, это... Да, я вспомнил. Там очень серьезно. Мне кажется, Миша атеист. Нет, Миша волк. Миша не атеист, он волк. Я экс-дизель. Нет, я верю в Иисуса Христа и надеюсь, что у нас все хорошо будет на том свете. Ладно. Я пойду возьму. И такое главное, раз в пакет. На том свете. На том свете. А на этом свете? Я пока. Ладно, пойдем. Пойдемте. На этом свете я пока. А мы должны убирать? Блин, а почему? Я еще хочу. Я буду убирать, вы должны убирать. Я еще хочу, да. Это я, ребята. Я хочу еще курицы. Настя. Нет, я не хочу. Отсочить? Тут где-то останет Симпл и мы его должны найти. Александр, приятного аппетита. Спасибо. Вау. Да, пытался зайти не усилить. Шик вы уйти на другой человеке. А что, закрылись уже? Да, два человека. Михаил, тренер. Я тебя иду на улице буду курить. Скажите, пожалуйста, как готовится команда? Как проходит буткэмп? Какие планы? Мы много играем. Поднимаем свой индивидуальный уровень. Довольно-таки неплохо себя показывает Ванька. Тебе приятно удивляет. Готовимся. Сейчас цель у нас во вторник и в среду набрать очки на лиге. В первую очередь готовимся к этим матчам. Ну, а так набираем форму к турнирам. Да? Да. Что-то еще скажете. Как тебе новая база? Очень крутая. И я думаю, что теперь, когда имеем такую базу, будем собираться на буткэмп гораздо чаще. До этого мы на буткэмп приезжали, знаешь, такие, о, на буткэмп. Не с особым желанием, да. Ну, да. А теперь на буткэмп поехали. Да. Как приятно тебя видеть. Ты такой улыбчивый, такой вообще жизнерадостный. Ну, покушал. У тебя вообще, у нас же был отпуск. Как ты провел? У нас был отпуск? Ну, да. Ты же знаешь. Нет, у нас не было отпуска. Не скромничай. Все знают, что у вас был отпуск. Когда у нас был отпуск? Вот, кстати, у вас плейтся дама. А, наш дам уже был отпуск. Когда был отпуск? Юра ваша. А, вместо... Вместо Китая. И какой-то еще барынь где-нибудь. Ну... Вместо Китая был отпуск. Я хотел полететь в теплые края. Но... Но ограничился посещением Киева. Представляешь, Миша, я не взял. Почему? Потому что там нет вареников с мясом. Как нет? Ну, я бомбал. Так все, последнее. Там очень вкусно. Представляете? В Кузате-Хате нет вареников с мясом. Это жесть. Эрик, как провел свои выходные? Они у тебя были? Их было немного, но я так, что ты отрывался. Что ты? Сидел, играл в КС, PUBG. Жестко отрывался. Потом опять в КС. Потом опять в КС. И группу смотрел по КС опять. А кто получил МВП на ВСГ? Ты же там жестко ебашил. А? Кринс. А ты какое место по статье? Я по статье первый, но я не победитель. А ты по статье остался первым? Ты там жестко развалил? У меня отрыв хороший. Да? Блин, чего не хватило? Многие за вас топили. Верили, что уже сборная просто вот не готовилась, так вот взяв и просто, блядь, начала всех керячить. Могла выиграть первое место. Все же было хорошо. И тут появились турки, откуда ни возьмись. Да, что с турками, кстати, пошло не так. Пошло не так, что они играли сильнее нас. По всем параметрам у нас переигрывают. Спасибо большое. Как тебе тренировочная база? Потому что интересно каждого мнения узнать. Хорошая тренировочная база. Кровати, кстати, больше. Поэтому... Теперь ты можешь, малыш, покувыркаться, теперь посерьезнее, да, уже? Да. Я ведь я слышу какие-то звуки у вас из спальни. Чего вы занимаетесь? Да мы с Егором обычно общаемся ночью. А, а звуки такие, как и не общение. Да? А может, ты же живешь рядом с Жекой и с Ваней. Поэтому, возможно, это из их комнаты такие звуки. На, ты хочешь подисти на боно купить? Нет, Женя передумал. Женя, а что ты передумал? Я понял, что я могу без него обойтись. Блин. Я уже, на самом деле, сам почти пошел за тобой. Блин, я бы сходил в Синабон. А там еще есть... Там еще есть... Там еще есть... Там еще есть чизкейк. Саня взял Синабон и у Ваньки есть Синабон. Так что, если что, можно их раскулачить. Ага. Они все как-то еще сделали Синабоны. Блин, они такие вкусные, эти Синабоны. Саня, покажи свой Синабон, пожалуйста. Внутри хочется. Он большой, он один? Миша, подержи, пожалуйста. Он один? Покажи, пожалуйста. Мы сейчас узнаем, что... Тихо-тихо-тихо. О, блядь, как он... Это просто что-то нереальное. Мне такое нельзя, но мне так хочется. О, блядь. Посмотри, он с орешками еще. Сука, он мягкий, наверное, вообще. Блядь. А он горячий. Да. Это сверху горячая штука. А сколько у них калорий, интересно, реально? Я не знаю. Сколько тут, наверное... Я взял на всех нам. Одну штуку на всех? Ну да, я не буду ее все есть. Ну, я, если что, чуть-чуть попробую, но мало ли. Надо дегустацию провести. Так. Смотри, пожалуйста, пошел с ней. Это игроки по Лолу. С торгового центра позвольте. Игроки по Лолу проходите. Спасибо, Зевс. Пожалуйста. Смотри, ты говоришь, какие-то посторонние звуки, да, издаются? Да, да, вот я слышал звуки. Вот я предлагаю пригласить Евгения и спросить, как, уже подробно, что это заходит. Евгений! Да, на новой базе, на новой тренировочной базе, есть две комнаты. Одна комната, получается, Элик. Да, я знаю вопрос, Юж Элик. Да. И я хочу понять, эти звуки были от... Ну, кого? Потому что вы слышали ночью какие-то звуки необычные? Это вы с Ваней с Домой? Или это вы? Наши отношения с Ваней очень крепкие и очень давно уходят корнями в историю. Ну, не настолько, братан, чтобы звуки издавать. Растягивал эстоник. Да. Древняя связь? Да, мы занимались... Я Ваню растягивал, знаешь, йога. Растягивай, Ваня стонит. Ага, так вы просто растягивал Ваню. Растягивал Ваню, да. Все. Реально. Самая большая очередь внизу была в Макдональдс, ребятам. Нет, самая большая очередь за бургами это в Бургер Тим. Да нет, самая большая очередь была. Я удивлен. Реально, столько, столько футкортов, столько разной кухонь, да, вот этих. И в Макдональдс самая большая очередь. Ладно, ребят, буду поснимать потихонечку контент. Пообщаемся с игроками, еще поспрашиваем. Мы живем теперь в центре, а где это секрет, но вот где-то... Вот здесь мы можем выйти и погулять на Хрещатик. Здесь очень красиво. А впереди у нас праки. Будем тренироваться дальше. Всем целую. Обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok